Каждый из нас хоть раз задавался вопросом, что такое Вселенная и где её начало и конец. Но мало кто знает, что наша галактика пережила клиническую смерть. Всё это и другие загадки нашей Вселенной ты сможешь узнать на канале Forest of Science. Переходи по ссылке в описании и прокачивай свои мозги. Каждый вечер мы наблюдаем за звёздным небом и никогда не задумываемся о происхождении звёзд, их возрасте, расстоянии от нас. А ведь некоторые звёзды существуют примерно столько же, сколько и наша Вселенная. Вы только представьте, многие звёзды зародились ещё с момента создания Вселенной. И до сих пор горят не хуже молодых. По расчётам учёных, нашей Вселенной около 13,8 миллиарда лет. Согласитесь, цифра достаточно большая, если сравнивать с Землёй, возраст которой всего лишь 4,5 миллиарда лет. Но знали ли вы про звезду под названием Мафусаил или же HD 140-283? Чем же так отличилась эта звезда? Как ни странно, возрастом. По оценкам учёных, возраст этой звезды составляет более 14 миллиардов лет. Странно, да? Давайте разбираться. Но перед тем, как отправиться в путешествие по Вселенной, я хотел бы рассказать вам про мой телеграм-канал. Там я рассказываю про разные явления в космосе, показываю снимки далёких планет и делюсь прочей интересной информацией. Если вам, как и мне, действительно интересно то, что происходит во Вселенной, подписывайтесь, ссылку я оставлю в описании. Считается, что Вселенной 13,8 миллиарда лет. Но как же в ней может быть звезда, которая старше, чем сама Вселенная? Уже больше ста лет астрономы наблюдают за необычной звездой в 190 световых годах от Земли в созвездии весов. Эта звезда летит со скоростью около 1,3 миллиона километров в час. Но самой необычной её характеристикой является возраст. Звезда HD 140-283 считается одной из старейших звезд Вселенной, которая известна на сегодняшний день. В 2000 году учёные попытались оценить её возраст, по данным, собранным в ходе наблюдений через спутник Хипарка с Европейского космического агентства. По их оценке, возраст этой звезды составляет 16 миллиардов лет. При этом общепринятый возраст Вселенной – 13,8 миллиарда лет. И это значение подтверждается наблюдениями. Это расхождение вызвало волну дискуссий. Как может звезда быть старше Вселенной? Или как Вселенная может быть младше? Вообще, если говорить о самой звезде, то она получила своё название в честь библейского персонажа Мафусаила, который, согласно писанию, умер в возрасте 969 лет. Звезда Мафусаила, очевидно, по-настоящему стара. Это не что иное, как субгигант, состоящий преимущественно из водорода и гелия. Мизерное содержание железа подтверждает тот факт, что объект сформировался ещё до того, как железо стало таким распространённым элементом. Но звезда на 2 миллиарда лет старше, чем всё окружение? Это ведь невозможно, не правда ли? Астроном Говард Бонде и его коллеги из Университета Пенсильвании взялись перепроверить значение возраста звезды Мафусаила. Да, им тоже показалось странным, что звезда зародилась раньше. Для этого им пришлось прошерстить 11 наборов данных наблюдений, собранных в период с 2003 по 2011 годы датчиками Fight Guidance Sensor с космического телескопа Хаббла. Эти датчики измеряют позиции, расстояние и энергию излучения звёзд. По параллаксу, спектроскопии и фотометрии можно более точно определить возраст. Как объясняет Бонд, точное расстояние до звезды HD 140-283 оставалось одной из причин неточного возраста. Было важно верно определить расстояние, чтобы по ним вычислить яркость, а следом и возраст. Чем выше истинная яркость, тем моложе звезда. Также учёные отслеживали параллакс. Следили за положением звезды в небе в течение года. Теоретические модели тоже оставляли желать лучшего. Учёные не были уверены в точной скорости реакции в ядре и не до конца понимали роль диффузии конкретных элементов во внешних слоях. Поэтому команда изучила вероятность более быстрого ядерного синтеза. Если звезда действительно горела быстрее обычного, то и по возрасту она должна быть на самом деле моложе. Не стоит забывать и содержание кислорода, напоминает Бонд. У HD 140-283 оказалось гораздо более высокое соотношение кислорода к железу. А ведь в первые миллионы лет эволюции Вселенной кислорода в ней было не так уж много. Это было ещё одним намёком на то, что Мафусаил на самом деле моложе. В итоге Бонд и его коллеги пришли к значению в 14,46 миллиарда лет с погрешностью в 800 миллионов лет. Это, конечно, значительно меньше 16 миллиардов, но по-прежнему больше возраста Вселенной, если не учитывать погрешность. Все оценки могут стать жертвой как случайных, так и систематических ошибок, объясняет физик Роберт Мэтьюс университета Астона в Бирмингеме, Великобритания, не участвовавшей в исследовании. Лучшая оценка возраста звезды конфликтует с выведенным возрастом Вселенной, который был вычислен по реликтовому излучению. И этот конфликт может быть разрешён лишь принятием максимальной погрешности. Последовавшие исследования позволили ещё чуть снизить возраст звезды. В 2014 году было опубликовано исследование под названием «Сиквел», в котором учёные уточнили, точнее сказать, снизили возраст до 14,27 миллиарда лет, но с той же погрешностью в 700-800 миллионов лет. Но, к сожалению, возраст звезды всё равно выходил за пределы Вселенной. Бонд считает, что настолько близкие значения возраста Вселенной и её древнейшие звезды, полученные, кстати, разными методами анализа, лишь подтверждают правильность теории о Большом Взрыве. Благодаря наблюдениям, теперь разрыв не настолько огромный, как был в 1990-х. Тогда возраст древних звезд оценивали в 18 миллиардов лет и даже в 20 миллиардов. Теперь, с учётом погрешности, оценка хотя бы не противоречит принятым моделям. А вот Мэтьюс считает, что проблема пока не была решена. Буквально этим летом, в июле, на Международной конференции космологов в Институте теоретической физики Кавли в Санта-Барбаре, Калифорния, учёные разбирали исследования о предполагаемом возрасте Вселенной. Судя по измерениям относительно близких к нам галактик, Вселенная на несколько сотен миллионов лет моложе, чем результат дают вычисления по реликтовому излучению. Более того, нашей Вселенной может быть вообще 11,4 миллиарда лет. И не стоит сразу отмахиваться от новых оценок. Всё-таки одним из авторов является Нобелевский лауреат, астрофизик Адам Рис из Института исследований космоса с помощью Космического телескопа, STSCI. Выводы основывались на идее расширяющейся Вселенной, которую предложил Эдвин Хаббл ещё в 1929 году. Идея расширения – обязательный компонент теории Большого Взрыва. Ведь если Вселенная постоянно расширялась, то в какой-то момент должна была быть начальная точка, которую можно вычислить. Судя по последним данным, скорость расширения всё же на 10% выше той, которую предположил Планк. Согласно расчётам команды Планка, скорость расширения Вселенной составляет 67,4 км в секунду на мегапарсек. Согласно последним измерениям, эта скорость скорее ближе к 73-74 км в секунду на мегапарсек. Существуют разницы между реальной скоростью расширения сегодня и той скоростью, которая должна быть, судя по физике ранней Вселенной, говорит Рис. Во-первых, очевидно, вскоре придётся серьёзно пересмотреть принятые теории. Во-вторых, нужно разобраться с тёмной энергией и тёмной материей. Более высокое значение скорости расширения константы Хаббла говорит о том, что Вселенная моложе, чем мы предполагаем. Константе 67,74 соответствует возраст 13,8 миллиарда лет. Константе 73 или даже 77 соответствует возраст не более 12,7 миллиарда лет. А недавно вышло исследование, опубликованное в уважаемом журнале Science, согласно результатам которого константа Хаббла равняется 82,4. Константе 82,4 соответствует возраст 11,4 миллиарда лет. И ведь снова получается, что звезда HD 140-283 старше Вселенной. Мэтьюс считает, что это задача для космологов, а не для астрофизиков. То есть, для понимания возраста изучать надо уже не звёзды, а более сложные структуры Вселенной. Почему же всё-таки Вселенная выглядит моложе этой конкретной звезды? Мэтьюс предлагает как минимум два вероятных объяснения. Есть два варианта, и судя по истории науки, в таком случае ответом является комбинация этих объяснений. В данном случае это будут причины ошибки наблюдений, которые мы не до конца понимаем, а также некоторые пробелы в наших знаниях о теории динамики Вселенной. К примеру, о силе тёмной энергии, которая является главным двигателем космического расширения на протяжении уже многих миллиардов лет. Он предполагает, что парадокс возраста отражает вариацию тёмной энергии и изменения в ускорении расширения. Теоретики считают, что это может быть связано с идеями о фундаментальной природе гравитации, в частности, так называемая causal set theory. А значит, исследования гравитационных волн могут помочь разрешить парадокс. Проблема в том, что гравитационные волны очень непросто измерить. Всё-таки первый раз их засекли лишь в 2015 году. По мнению астрофизика Стивена Финнип из Института Флаттерона, прорыв может произойти уже в течение следующего тысячелетия. В общем, загадка возраста HD 140-283 должна привести нас к более крупным и более сложным с научной точки зрения открытиям. Сегодня мы можем получать огромное количество данных о космических объектах, астрономических открытиях и исследованиях выдающихся учёных. В наших силах распространять информацию и делать так, чтобы о достижениях великих учёных узнавало как можно больше людей. Если вас так же, как и меня, вдохновляют открытия и невероятные факты, расскажите об этом ролике своим друзьям или просто поставьте нам лайк и нажмите на колокольчик. И услышимся! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!